Узбекистан привержен дальнейшему углублению многоплановых отношений с Китаем. Реализуется пятилетняя программа развития всестороннего стратегического партнерства в новую эпоху. За последние годы объемы китайских инвестиций увеличились в пять раз, количество компаний в три раза. С их участием реализуется целый ряд крупных инвестиционных проектов в области высоких технологий, в сферах альтернативной энергетики, машиностроения, металлургии, электротехнической отрасли, модернизации инфраструктуры и других направлениях. Динамика товарооборота с КНР только в январе-ноябре прошлого года превысила 12 миллиардов долларов. С участием китайских инвестиций действует более 2100 предприятий, в том числе 601, созданное в 2023 году. Все они производят конкурентоспособную и экспортоориентированную продукцию высокого качества. О некоторых из них речь пойдет в материале из Бухары. В Бухарской области запущено свыше 420 предприятий за счет иностранных инвестиций. 34 СП реализованы благодаря узбекско-китайскому сотрудничеству в различных сферах. Из них 15 – предприятий со стопроцентным китайским капиталом. Три года назад на реализацию СП «Бахорченс» было вложено 5 миллионов долларов, создано 100 рабочих мест. В четвертом квартале прошлого года запущен еще один проект, благодаря которому трудоустроено дополнительно 50 человек. Предприятие ежемесячно производит 150 тонн пряжи, поставляет продукцию в Китай, Россию и Турцию. К примеру, в прошлом году экспорт продукции достиг 3 миллионов долларов. За последние годы в текстильной отрасли Узбекистана осуществлены большие реформы. Качественная продукция, выпускаемая в вашей стране, может легко конкурировать на международном рынке. Новые бренды уже нашли своих покупателей в развитых государствах. В основном мы производим пряжу. Технологии привезли из Китая, Турции и Германии. Основная часть нашей продукции из узбекского волокна экспортируется в Китай. Наша компания довольна проектом, реализуемым с Узбекистаном. Благоприятные возможности, созданные лидером Узбекистана для иностранных инвесторов, стимулируют к новым инициативам. Говоря о планах на перспективу, то сейчас ведется работа по организации кластера, которая охватит полный цикл производства. А вот это предприятие начало свою деятельность в этом году. Оно реализовано благодаря китайским инвестициям и на данный момент поставляет первую свою продукцию на внутренний рынок. Партнеры уверены в успехе. Совместное предприятие начало свою деятельность на основе новейших китайских технологий. Здесь, за счет увеличения объемов производства и номинований прохладительных напитков, изготавливаемых из свежих фруктов и овощей, отвечающих международным стандартам качества, позволят расширить деятельность предприятия и перейти к реализации следующего этапа проекта. Мы довольны условиями, созданными сегодня для китайских партнеров в вашей стране. На основании прошлогоднего соглашения в сжатые сроки создали собственное производственное предприятие в Бухаре. Благодаря предоставленным государством льготам и практической помощи, все наши планы увенчались успехом, как мы и планировали. Привезли и установили передовые технологии. На предприятии задействованы в основном специалисты из числа местного населения. Производим четыре вида продукции. Кроме того, у нас есть все условия для установки новых линий, которые намерены запустить до конца года. В прошлом году в Бухарской области освоено без малого 246 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций и кредитных средств. В результате увеличения объема китайских капиталовложений эта страна вошла в число пяти государств с высокой долей во внешнеторговом обороте. В прошлом году взаимный товарооборот Китая составил 357,8 миллиона долларов. И по сравнению с 2022 годом он возрос в 2,3 раза. В том числе объем экспорта превысил 18 миллионов долларов, а показатели импорта достигли чуть более 339 миллионов долларов. Специалисты отмечают, что взаимодействие с китайскими партнерами и дальше будет развиваться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова